Здравствуйте! Информационный канал продолжается и сегодня своим экспертным мнением делится Сергей Ильинский, заместитель начальника отдела по развитию институтов гражданского общества, управления внутренней политикой, администрацией главы и правительства Удмуртии. Сергей Игоревич, здравствуйте! Добрый день! В Ижевске недавно состоялся республиканский форум Удмуртия «Власть, общество, конфессия». Какие векторы нынче задает вероисповедная политика в нашем регионе? Во-первых, надо рассказать, что это был не просто форум, это была отчетная коллегия. Мы подводили итоги прошлого года и определяли, как это обычно делается на подобных вероисповедных коллегиях, задачи на следующий год. Поэтому нам было важно понять, на сегодняшний день, какую роль играет религия как таковая и традиционные конфессии в нашем конфессиональном пространстве, понятное дело, в обществе и какие они могут выполнять важные государственные задачи. Поэтому состав этого форума был у нас традиционный. Учитывая то, что специальной структуры по делам религии у нас, к сожалению, пока нет, но участвовали в этом форуме все заинтересованные лица, которые этой работой занимаются. Это, в первую очередь, конечно, руководители традиционной конфессии, обязательно от них все это зависит. Это те люди, которые курируют эту самую сферу в органах власти и органах местного самоуправления, то есть имеется в виду администрация городов и районов. Это руководители национально-культурных объединений, которые в своей практике тоже тесно взаимодействуют с некоторыми религиозными организациями. Ну, это понятно, да? Общество русской культуры тесно сотрудничает, например, с русской православной церковью, со старобрядцами. А тоже, например, Татарский общественный центр помогает мечети, участвует в делах муфтията и многое другое. Ну и кроме того, конечно, это наше научное сообщество, потому что сейчас очень необходимо проводить научный анализ того влияния, который религиозный фактор играет в современной жизни. Это очень серьезно. Те люди, которые занимаются очень большими социальными опросами по этой самой тематике. Журналисты, естественно, от таланта и такта, который очень много зависит, в какой тональности будет написана статья, задел ли он какие-то религиозные или национальные чувства, правильно, неправильно, толкуя те или иные догматы и так далее. Поэтому и сама структура форума, она, в общем-то, была тоже традиционная. Первый большой блок был посвящен выступлениям нашей традиционной конфессии. Это были у нас три епархии. Мы же знаем, что с 2013 года у нас количество епархий увеличилось. Появилась у нас Удмуртская митрополия, а в ее структуре три епархии. Это Гвазовская епархия, Ижевская основная головная и Сарапольская епархия. Судя по статистике, в Удмуртии наблюдается рост числа религиозных организаций православного толка. По итогам 2016 года их прибавилось на 11 единиц. Да, совершенно справедливо. Дело в том, что где-то лет 5 тому назад большинство религиозных организаций завершили свою регистрацию. Сколько надо зарегистрировать. То есть на сегодняшний день понемножечку еще регистрируются местные мусульманские организации. Есть еще на перспективу староабориации. Но, конечно, лидирует у нас русская православная церковь. Более того, учитывая то, что у нас три епархии, между ними возникает некая конкуренция. Кого больше там и так далее. Поэтому на сегодняшний день, конечно, лидером является Ижевская и Адмуртская епархия, как головная. Как до недавнего времени первая и единственная. Но от них не отстают и другие епархии. То есть Сарапольская набирает обороты, и Гвазовская тоже создает новоприходы. И это, в принципе, нормально. Ну, посмотрел я итоговый отчет по числу религиозных организаций, присутствующих на территории Удмуртии. У нас даже есть мормоны и свидетели Яговы. Ну, для меня немножко удивительно. Вот я думал, что свидетели Яговы вообще под запретом сейчас находятся. Нет, ну это, понимаете, как бы это общее такое заблуждение. Потому что, сами понимаете, все эти организации, они существуют не первый день и не первый год. То есть в свое время они когда-то появились. Понятное дело, что у этих организаций на территории России нет такого большого, мощного исторического стажа, как в русской православной церкви, как у старобрядцев, как у мусульман. Но, тем не менее, значит, 10-20 лет, в общем-то, у них, у каждой организации есть. Более того, те же самые свидетели Яговы, которые у нас после войны, они появились. Они тоже у нас есть, 5 организаций существуют. Но вот по нашим данным, в феврале месяце был подан иск со стороны Министерства юстиции Российской Федерации в адрес Верховного Суда Российской Федерации о признании Управленческого центра Свети Яговы в России. Это главная централизованная организация, которая здесь действует, экстремистская организация. Если будут найдены доказательства о том, что в их действиях будут состав вот этих негативных явлений, которые у нас заложены в законе экстремистской деятельности, значит, эта организация прекратит свое существование и будет запрещена. Более того, если она централизованная, она же имеет сеть организаций на местах, и, понятное дело, что автоматически это решение будет влиять на ситуацию в регионах. На те организации, которые у нас есть. Например, у нас пять организаций, и с того момента, когда этот иск был подан, наше управление юстиции подало предписание о приостановлении деятельности вот этих организаций. То есть, какая-то активная деятельность, какие-то массовые шествия, демонстрации и прочее, у них до решения Верховного суда будут прекращены. Вот так вот. Сергей Игоревич, активная пропаганда религиозных идей, прежде всего, радикального толка ведется сейчас, активно ведется в социальных сетях интернета. Вопрос постоянно звучит, озвучу его и я. С ожиданием так. Как можно противостоять вот такой вербовке в ряды запрещенных в России религиозных организаций? Ну, речь сейчас идет об ИГИЛ. Не только об ИГИЛ, потому что мы просто вот это все на слуху, потому что, как мы знаем, официально в России есть список запрещенных террористических организаций. На сегодняшний день их где-то более 15. И вот в том числе и вот так называемое исламское государство, потому что, конечно, это никакое не государство, но тем не менее оно исламское, потому что идеология-то, вот она спекуляция идет именно на исламских вот этих самых духовных ценностей там и так далее. И учитывая то, что сейчас ситуация совсем другая, есть современные технологии, совсем не обязательно, что вот какой-нибудь там агент под прикрытием ночи совершал какие-то диверсионные действия, устраивал конспиративные квартиры, какие-то встречи и так далее. Это, знаете, вот для шпионских фильмов 50-60-х годов. Сейчас вербовка происходит совершенно по-другому. То есть есть социальные сети, есть группа ВКонтакте там и так далее, и так далее. И поэтому мальчик и девочка, которые, значит, предоставлены сами себе, папа с мамой смотрят телевизор, а дочь или сын сидит в интернете, зависает где-то там в сетях, и вот находит вот именно то, что ему интересно. А там им все построено достаточно умно. Там не приглашают убивать, там не приглашают умирать за какую-то псевдоидею. Так ведь, да? Там, во-первых, молодой человек хочет познакомиться с красивой русской женщиной, например, девочкой там и так далее. Пригласить ее, например, в гости там и так далее. Вот, ребят, которые любят романтику, приглашают на приключения, не объясняют какие там и так далее. А у нас молодежь ведь это же любит, вот эти квесты всякие, да, всякие там кругосветки и так далее. И здесь, в принципе, получают, в принципе, то же самое. И ребята, они как бы немножечко не осознают, в какую опасную вот эту игру, невиртуальную, настоящую, они втягиваются. То есть виртуальный романтизм, он превращается в реальность, которая не соответствует. Да, то есть вот они, во-первых, у них как бы, во-первых, они уже к этому готовы, потому что они вот натренировались на всех этих пулялках, стрелялках там и так далее, на квестах и так далее. И для них, в принципе, вот это вот стирается грань виртуальной реальности и реальной. Поэтому вот это такое интересное приключение. Вот ты пойдешь туда-то, туда-то, ты приедешь там-то, тебя встретит такой человек, потом вы переходите к границу там и так далее, встречая другой человек, и дальше приключения продолжаются. А вот приключения-то дальше получаются совершенно не детские. То есть девочки попадают в сексуальное рабство, а мальчики становятся пушечным мясом для игиловцев, и все, больше никак. У нас вот были случаи, когда вот на самом деле вот одна девочка, это совершенно недавно было, да, она чуть было как раз вот не поддалась вот этим уговорам, но вовремя родители все это распознали и все это приостановили, потому что у молодежи сознание-то еще как бы не сформированное, их увлекает романтика, а романтика-то очень опасная. Она вот на грани, они это не понимают. Это как бы вот то же самое, что вот, например, вот эти группы самоубийц, да, то же самое. Вроде как игра, а игра заканчивается смертью. Это страшно, конечно, и этому надо противостоять. Сергей Игоревич, ну и в завершении разговора, давайте расскажите, пожалуйста, о основных, наиболее интересных мероприятиях из религиозной жизни нашего региона, которые случатся в этом году. Ну, во-первых, год у нас уже начался, и некоторые большие события у нас произошли. Ну, вы знаете, что у нас открылся новый храм в городе Ижевске, храм Иверской иконы Божьей Матери. Очень красиво, если кто был, это в районе Восточного рынка, он как бы так вот по внешности напоминает храм Василия Блаженного. Замечательный, да, архитектурный сабор. Это прекрасное, это вообще украшение, если бы не на фоне всяких торговых центров, которые картинку портят, да, это бы вообще было бесподобно. Дальше, что еще? У нас на перспективу в мае месяце будет визит одного очень большого религиозного деятеля. Это митрополит Климент, руководитель издательского совета Московской Патриархии. А через этот издательский совет проходит рецензирование всей религиозной литературы православного содержания. В том числе, в свое время, Библия в переводе на адмуртском языке, который сделал Михаил Аканманов, она проводила вот как раз рецензирование через этот самый совет. Пока совет не дат свое согласие, ни одна книга в России на православную тематику выйти не может. Это хорошо. И визит связан с двумя темами. Во-первых, конечно, это будет связано со днями Славянской письменности и культуры. Они как раз приезжают в это самое время. И у нас еще один большой повод. 22 мая этого года у нас исполняется 90 лет нашему выдающемуся церковному деятелю, ну не совсем даже и нашему, а он как бы имеет большой международный масштаб. Это владыка Николай, митрополит Ижевский-Удмуртский Шкурумко Николай Яковлевич. Фигура очень интересная. Биография замечательная. И вот то, что он несколько лет тому назад ушел из жизни, конечно, это была большая потеря. И вот сейчас есть возможность вспомнить этого замечательного человека. Дальше. На перспективу у нас еще в мусульманском мире будет открытие двух мечетей. Это в городе Глазове. Она фактически уже открыта. И еще одна мечеть, это в поселке Кама Камбарского района. Она находится недалеко от федеральной трассы. Место тоже очень такое удобное, брендовое, как говорится. И это тоже очень такое большое событие. Ну и еще не надо забывать, что этот год у нас юбилейный. В этом году исполняется 110 лет со дня освящения исторического Михайловского собора. Вот. На самом деле вот это все это было. И 10 лет со дня освящения воссозданного Михайловского собора, которое произошло у нас 5 августа 2007 года. И самое-то главное то, что не просто освящение, а причем участие у нас впервые сюда приезжал сам святейший патриарх Московской Федерации Алексий II. Вот. Поэтому световой памяти этого великого человека, значит, будут посвящены многие большие события. Конечно, мы это тоже будем вспоминать. Сергей Игоревич, спасибо вам за содержательно интересный разговор. Спасибо за ваше экспертное мнение. Телезрители я также благодарю за внимание. И до встречи в эфире. До свидания. До свидания.